Всем привет! Снова с вами Панцир. И снова у меня, как можно догадаться, на обзоре пиво. Это тоже пиво из посылки от моего подписчика. Сергей, привет! И сегодня это пиво Джон Гэшпар Марида. Пиво светлое, пшеничное. Предыдущие сорта мне все понравились. И надеюсь, пшеничное тоже будет на высоте. Так, объем пол-литра. Спирт 5,2. Нормально так. Плотность 12%. Ну, в целом, должно быть хорошее забористое пиво. У них плотность везде 12. Прям вот удивительно. Ребята, ценят эту цифру и 12. Ни больше, ни меньше. Все, что я пока пробовал, все было с плотностью 12, по-моему. Ладно. Уже ничего я про пиво ваню рассказывать не буду. Собственно, я о ней уже говорил достаточно много. Будем пробовать. Я, если честно, пшеничное пиво не очень люблю. То есть, как бы, одно время мне оно заходило вот вообще нормально. У нас была своя пивоварь и была она, в принципе, сейчас есть. Холдинг. И там было шикарное пшеничное пиво. Прям вот с такой плотной пеной. Ее можно было ложками, как какой-то мусс, употреблять и нормально было бы. Просто, видимо, один раз мы собрались на концерт какой-то. Я даже не помню, кто приезжал. Ну, не суть. Какой-то очередной метал-фест. И как обычно. То есть, народу собралось море. Естественно, пивасик, все дела. А тут засада. Короче, человек, который должен был выдать пиво, ушел. На кранах только пшеничка. Ключей от погреба с кегами или откуда они там добывают пиво. Нет. Вот реально только пшеничка. Все. У них было три сорта. Светлая, ну, то есть, хмельнова она, по-моему, у них называлась. У них несут светлая, типа, лагерь. Пшеничка и красное пиво было. Вот из всего этого не такого большого многообразия осталось только пшеничкой. Все. Ну, а что, куда деваться? Уже сидишь, как бы, уже пьешь пшеничку. Выбора особого не было. И реально мы там полвечера накачивались этой пшеничкой без вариантов. А потом, видимо, пришел нужный человек, вытащил на свет белый. Пиво уже светлое. И мы уже переключились на хмельное. По-моему, хмельное называлось. А можно просто им надо было продать пшеничку срочно. Поэтому они сказали, что больше другого нету. Ну, в любом случае, выпили там прилично, в этой пшеничке, как бы. И, по-моему, у меня тогда как раз-то и случился ее передоз. И я с тех пор, как-то пшеничку не очень-то. Ну, беру так, чисто попробую. Ну, сказать, что у меня возникает прям желание взять у меня пшеничного пива, выпить. Такого уже давно не было. В свое время было, да. Ну, в любом случае, я там все время пшеничное сравниваю с Кьюардером. У меня с ним свои воспоминания. Я его первый раз пил в Севастополе. Пивной дом Прага на улице, по-моему, Герою Сталинграда. Отличное заведение. Мне понравилось. Мы туда приехали, как бы, ну, я приехал вообще на хвост ребятам упал, а те приехали рубиться в Call of Duty. И пока вот они там наверху рубились, на втором этаже, я сидел на первом этаже. Еще никого нету в баре, он только открылся. И вот я там один сидел, с самого страня, и потихоньку пил-пил. Естественно, до вечера нарезался по скотину. Вот. Но само заведение мне очень понравилось, потому что мы потом, после всего в этом, все их игрищ. То есть, после чем по Call of Duty, все спустились вниз и продолжили дальше выпивать пиво. Ну, а я там уже как бы был. Вот. 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 И вот у меня вот ассоциируется. То есть, у меня не просто, что пиво мне нравится, не без этого. Но вот именно вот ассоциации какие-то вот такие приятные, какие-то, блин. И вот как-то буду когда-нибудь в Севастополе, обязательно дойду до этого бара пивного дома Прага и выпью там еще раз пивка. Надеюсь, так и будет. Ладно, ну а пока мы пьем то, что у нас есть. Джон Гэшпар. Плотная устойчивая пена чувствуется. Прям как будто яблоком какими-то. Яблоко, банан. Но цитрусовой нотки нету, а банан чувствуется прям очень хорошо. Вот, кстати говоря, о, сейчас уже немножко цитруса потянуло. Светленькое, оно, конечно, мутненькое, но такое, светлое. Очень довольно приятное, как по мне. И аромат хороший, аромат действительно вот тут, он не во сел. То есть, бывает, пиво берешь, ширичное, все такое берешь. Блин, ну никакое вот. От слова совсем, блин. А бывает, пиво берешь, и оно прям вот ощущается. То есть, то, что обычно написано в описании пива, оно вот это вот обычно, и его нету. А вот бывает пиво, где вот оно прям вот как по писанному буквально. Вот на мой взгляд, вот это пиво. Я не читал описание, но я подозреваю, что там написано, что ароматы банана и цитруса, и цветочный аромат какой-то. Но есть приятное. Аромат приятный. И уже я как бы готов к тому, что и пиво будет вкусное. Надеюсь, так оно и будет. Пробуем. Пиво чувствуется плотность, во-первых. Оно прям как густое такое, обволакивает язык. Оно вкусное. Есть сладковатая нотка. Ну такая, она даже не сладковатая. Она именно фруктовая. То есть фруктовая сладость какая-то. Не сахарная. Очень приятная. Есть кислинка, которая, на мой взгляд, должна быть пшенички. Горчинки нет, но она здесь и не нужна, на самом деле. На мой взгляд, пиво отличное. Оно вкусное. Оно питкоин. Притом, даже вот, бульбашки все разошлись. Оно довольно прозрачное. То есть не сильно-то оно и мутное. Его прям приятно пить без ничего. Именно как напиток. То есть нет желания его чем-то закусить. Или что-то под него съесть. Оно именно саморасадочный такой напиток. На мой взгляд, Джон Гаспар в очередной раз доказал, что не варят качественное, хорошее, вкусное пиво. Как по мне, из многообразия, с чего я только пробовал. Это одна из лучших марок на сегодняшний момент. Я не помню. Я же говорю, я его когда-то пил. Я абсолютно не помню, что я в нем думал тогда. Какое оно было. Но то, что я пью сейчас, это однозначно вкусно. Вкусно и, блин, ну, жаль, что у нас оно не продается. К сожалению. Вот. А так бы, да, можно было всегда время от времени побаловать этим делом. Но, что делать? Тем не менее, у меня оно есть. Благодаря моим подписчикам, подписчику, в частности. Значит, я буду его пить с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok